Добро пожаловать на третью сессию FPGA Inside Out. На прошлом занятии мы разобрали внутреннюю логику и принцип работы FIFO. Мы начнем данное занятие с того, что соединим два FIFO друг за другом и покажем, как два FIFO образуют конвейер. Затем мы покажем, как трансформировать данный конвейер в различные функциональные блоки. Мы будем делать это просто, модифицируя валит-реди механизм рукопожатий между этими двумя FIFO. Иными словами, мы покажем, как можно добиться желаемой функциональности, всего лишь изменив логику контроля потока данных. Flow Control. Первым функциональным блоком, который мы реализуем, будет блок инвертора. Блок инвертора принимает транзакцию данных на входе, инвертирует ее значение и выдает транзакцию на выходе. Затем мы реализуем фильтрующий блок. Наш фильтрующий блок будет транслировать транзакции данных, в которых старший бит установлен в единицу. Транзакции, где старший бит равен нулю, фильтрующий блок будет отбрасывать. Затем мы реализуем блок репликатора транзакций, которые мы начали обсуждать на прошлом занятии. Репликатор транзакций принимает транзакцию данных на входе и реплицирует данную транзакцию дважды на выходе. Для демонстрации данных концепций мы будем использовать микроархитектурный тренажер HDL Gadgets. HDL Gadgets это фронт-энд для симулятора. Он позволяет пользователю взаимодействовать с симулятором в пошаговом режиме и обеспечивает визуализацию симулируемого HDL кода в реальном времени. На этом занятии мы будем работать со сценарием 5, под названием Two FIFOs with Custom Logic with Model. Итак, давайте начнем. Мы видим два FIFO и между ними блок связующей логики, который мы можем модифицировать. Мы также видим здесь очередь, представляющую транзакционную модель нашего дизайна – Transaction Level Model. На предыдущем занятии было показано, как модель на уровне транзакций используется для демонстрации корректной функциональности RTL дизайна. Мы продолжим придерживаться этой традиции и для каждого реализованного RTL блока мы будем создавать релевантную транзакционную модель. На данный момент внутри блока связующей логики сигналы данных, сигналы Wallet и Ready, присутствующие на двух FIFO, соединены проводами напрямую. Переведем схему в исходное состояние, используя Reset. И заполним оба FIFO данными. Теперь полностью опустошим оба FIFO. Можно заметить, что два FIFO, соединенные друг за другом, ведут себя как один большой FIFO. Модель на уровне транзакций, которую мы здесь видим, это та же модель, которую мы использовали на предыдущем занятии для проверки одного FIFO. Поскольку модель не учитывает задержки, она будет коррелировать с любой правильно функционирующей схемой RTL, в которой транзакции обрабатываются по схеме первым вошел, первым вышел. Таким образом, данная модель будет актуальна как для проверки FIFO, так и для проверки конвейера. И кстати, мы можем рассматривать эти два FIFO здесь, как последовательный конвейер с механизмом рукопожатий WalletReady. Давайте попробуем изменить связующую логику между двумя FIFO. И реализуем наш первый пример, инвертор данных. Чтобы научиться реализовывать логику управления потоком, нужно усвоить зависимость между сигналами, которые нам даны, и операциями, которые мы можем контролировать, используя эти сигналы. Итак, у нас есть сигналы, предоставляемые нам верхним upstream FIFO и нижним downstream FIFO. Это сигнал Wallet, вектор данных, сигнал Ready. Стоит отметить, что эти сигналы перейдут в высокое состояние самостоятельно. Нам нет необходимости реализовывать дополнительный функционал в блоке связующей логики, который бы драйвил эти сигналы. Далее, используя upstream Wallet и downstream Ready, мы можем инициировать POP для запроса новых данных из upstream FIFO и PUSH для записи данных в downstream FIFO. Таким образом, чтобы сделать инвертор, мы можем оставить Wallet и Ready сигналы подключенными между FIFO, чтобы POP из upstream FIFO и PUSH в downstream FIFO всегда происходили вместе. Единственное изменение, которое нам следует сделать, это инвертировать все биты в векторе данных, используя комбинаторные инверторы. Так выглядит схема блока связующей логики для инвертора данных, которые мы только что реализовали. Давайте запустим данный сценарий. Мы видим, что монитор показывает ошибку из-за несоответствия между данными на выходе RTL-дизайна и данными на выходе транзакционной модели. Давайте скорректируем модель. В модели нам нужно инвертировать биты данных, помещаемые в очередь модели. Давайте еще раз запустим сценарий. Мы видим, что теперь модель коррелирует с RTL-дизайном. Перейдем к следующему примеру, фильтру транзакций. Как мы уже говорили, наш блок фильтра транзакций должен пропускать только те транзакции данных, у которых старший бит равен единице. Транзакции, у которых старший бит равен нулю, должны быть отброшены. Решением задачи будет логика, где режим операции POP остается по умолчанию, но PUSH модулируется так, чтобы в downstream FIFO попадали только те транзакции, где старший бит равен единице. Чтобы модулировать PUSH, мы должны поместить логику размыкания цепи на линию VALLET. Итак, мы оставляем сигналы READY двух FIFO, подключенными напрямую, и помещаем комбинационную логику I на линию VALLET. Так выглядит схема блока, связующей логики для фильтра данных, который мы только что реализовали. Внесем изменения в транзакционную модель. В секции PUSH мы проверяем значение старшего бита у входящей транзакции. Если старший бит равен единице, то записываем транзакцию в очередь модели. В противном случае данная транзакция в очередь не записывается. Давайте запустим сценарий. Мы видим, что на мониторе ошибок нет, и это значит, что модель соответствует дизайну. Итак, пришло время вернуться к примеру репликатора транзакций, которые мы начали обсуждать на предыдущем занятии. Мы хотим, чтобы каждая транзакция, поступающая на вход блока, дважды реплицировалась на его выходе. На предыдущем занятии мы изменили модель, но не реализовали блок репликатора в RTL. Давайте воссоздадим модель в том виде, в котором она была на прошлом занятии. В модели каждую входящую транзакцию мы помещаем в очередь дважды. Как вы, наверное, заметили, программирование модели на уровне транзакций происходит последовательно и очень похоже на обычное программирование. Теперь давайте попробуем реализовать блок репликатора в RTL. Решением задачи будет логика, где режим операции Push остается по умолчанию. При этом POP модулируется так, что POP происходит при каждой второй операции Push. Мы можем внедрить простой однобитный счетчик, который будет иметь значение 1 во время каждой второй операции Push. Пуш происходит, когда DownWallet и DownReady имеют высокий уровень. Мы оставим валет сигналы двух FIFO, подключенными напрямую. Поэтому DownWallet на самом деле будет являться сигналом UpWallet. Таким образом, сигнал Enable для нашего счетчика будет высоким, когда оба значения UpWallet и DownReady высокие. И теперь, когда мы создали счетчик, мы можем использовать значение счетчика для модуляции POP из UpStream FIFO, поместив комбинационную логику разрыва цепи на линию Ready. Так выглядит схема блока связующей логики для репликатора данных, который мы только что реализовали. Если мы хотим визуализировать значение счетчика и значение сигнала Enable, блок связующей логики имеет набор индикаторов отладки Debug. Давайте назначим сигнал, показывающий значение счетчика, самому левому индикатору отладки. А сигнал Enable назначим второму слева индикатору отладки. Давайте запустим сценарий. Мы видим, что на мониторе отсутствуют ошибки. Это значит, что модель соответствует дизайну. На следующем занятии мы продолжим рассмотрение более сложных сценариев управления потоком. В частности, мы рассмотрим примеры с разветвлением одного конвейера на два конвейера и объединением двух конвейеров в один конвейер. На данный момент это все. Вы можете установить HDL-гаджет и самостоятельно поэкспериментировать с рассмотренными сценариями. Пожалуйста, не забудьте подписаться, оставляйте свои комментарии и вопросы ниже. Спасибо за внимание.